Добрый вечер, уважаемые коллеги! Что все хорошо, что звук есть, вижу плюсики, все хорошо пишете, значит мы с вами можем начинать. Я надеюсь, что у всех все включилось. Прекрасно! Итак, мы с вами посмотрим сегодня на то, с помощью чего можно научить учащихся техники чтения и посмотрим на пособия, которые можно использовать для того, чтобы учить ребят читать разными видами чтения, тексты разных стилей и жанров. То есть мы посмотрим с вами на обучение чтению максимально всесторонне, насколько это возможно. Главная моя задача – это показать вам сегодня с помощью чего можно все-таки ребят учить читать. Я думаю, что в такой ситуации, когда раздумываешь над тем, как же объяснить ребятам, как правильно прочитать то или иное слово, или как объяснить звукобуквенный метод, вот что такое транскрипция и так далее, мы всегда много задумываемся. И часто себя ловили на вот такой ситуации, как здесь на слайде сидит такой замученный учитель. Чтобы всего этого избежать, в первую очередь нужно понять, чему мы все-таки будем обучать наших учащихся. Обучать мы можем либо технике чтения, либо чтению аналитическому, либо чтению синтетическому. Так, у кого нет, вот пишет Анна Даниленко, вам нужно тогда обновить страничку. А сейчас я здесь напишу, что у кого нет звука, обновите страницу. Да, и надеюсь, что все будет хорошо, что у всех звук все-таки появится. Итак, если мы с вами обучаем технике чтения, соответственно, значит, мы обучаем технической стороне чтения, то есть той стороне чтения, которая непосредственно связана с пониманием того, что мы читаем. Если мы обучаем с вами аналитическому чтению, то его главная задача – это развитие учащихся, умение преодолевать языковые трудности, которые стоят перед ним на пути понимания содержания текста. То есть максимально сделать так, чтобы он читал текст и понимал то, о чем он читает. Если мы говорим про синтетическое чтение, то, соответственно, у него немножечко другая задача – это научить понимать каждый следующий отрывок текста, опираясь на понимание предыдущего. То есть когда наши учащиеся начинают использовать вероятность прогнозирования того, что содержится дальше в тексте. То есть синтетическое чтение непосредственно связано только с самим содержанием текста. О чем же мы все-таки говорим, когда упоминаем обучение чтению? Потому что сам термин, он такой очень широкий. Мы подразумеваем либо обучение читать с нуля, то есть как научить ребят алфавиту, звуком, соответственно, как это все правильно связывать воедино, что такое транскрипция и так далее. Выбор способа обучения чтению мы тоже здесь подразумеваем, потому что как научить читать, с помощью какого метода лучше. Обучение разным видам чтения. Как сделать так, чтобы ребята понимали, что выбор вида чтения зависит от того, что им нужно сделать в данном конкретном задании. И не всегда нужно полностью читать текст с полным пониманием. Как вот этому научить? И также сюда будет относиться обучение чтению текстов разных жанров и стилей. То есть понятно, что в рассказе, например, в сказке мы ответ на то, кто главный герой этой сказки будем искать, где в начале, там, где все жили-были. Once upon a time. И дальше будет рассказываться как о местодействии, так и о главных героях, как правило. В письме же, если мы будем искать, например, где содержатся вопросы к тому, кому направлено это письмо, мы тоже знаем, что это нужно искать во второй части письма, ближе к концу. То есть читать тексты разных жанров и стилей – это тоже вопрос обучения чтению. По методам обучения чтению. Основных два метода, которые сейчас используют Российская Федерация, это либо чтение целым словом, то есть look and say, либо whole word, либо метод звукобуквенной соответствии. В разных учебниках, в разных ОМК используются различные методы. Чаще всего, конечно же, используется метод звукобуквенных соответствий, как правило, потому что он как-то под реалии российских школьников, наверное, больше подходит по мнению авторов, которые его используют. Также существует еще и метод, например, whole language или лингвистический метод, и многие-многие другие, но они, как правило, не применяются. Когда мы говорим о методе чтения целым словом, то те, кто, например, его никогда не использовали, не работали по ОМК, например, Mili, который построен как раз, все обучение чтения построено на методе чтения целым словом, задаются всегда учителя вопросом, как быть, если у нас учащиеся здесь не читают транскрипцию, как быть, если здесь нет соотношения буква-звук, как им это все объяснить, как научить их читать. Здесь все идет, построено на том, что учащиеся берут пример с аудиозаписи, с того, что говорит учитель, весь урок всегда на английском языке. Они запоминают машинально, просто, на подсознательном уровне, как читаются правильно эти слова, по аналогии, как читаются подобные слова, и уже применяют это при чтении. Этот метод, конечно же, такой посложнее, как в том, как его применить, так и для учащихся. Тоже он сложнее, потому что он метод аналитический, такой, да, постоянно нужно что-то с чем-то сравнивать, вспоминать, как выглядит подобное слово, как это слово читал диктор на аудиозаписи, как его произнес учитель и так далее. Вот яркий пример, например, задание. В методе чтения целым словом, это задание номер 2, оно здесь обведено у меня на страничке из мили для второго класса, нам нужно найти соответствие и написать слова. Да, то есть мы видим, что даны слова в столбик сами, затем дается облако такое, слово, да, но при этом слово само только в примере один раз написано в этом облаке по буквам, и нужно соединить с картинкой, да, это вместо перевода, потому что на русском языке у нас здесь, конечно, да, только вот само задание, больше ничего в самом внутри задания нет. Очень удобно, да, если ребята у вас действительно понимают этот способ обучения, да, этот метод чтения, то, конечно же, они с этим легко справятся, потому что, в принципе, здесь понятно, да, какие слова спрятаны в этом облачке. Так, по чтению целым словом, что у нас еще можно использовать? Можно использовать различные игры. Например, это может быть flashing card, то есть мы для того, чтобы развить скорость чтения, но это можно использовать, кстати, не только при обучении целым словом, но и для тех ребят, которых вы уже обучили читать и уже просто тренируете, да, методом звукобуквенных соответствий, мы показываем карточку, на карточке написано слово, естественно, крупными буквами, учащимся нужно как можно быстрее его прочитать, то есть времени на показ несколько буквально секунд, чтобы у них не было времени долго размышлять какое-то, допустим, да, открытое или закрытое слово, как это будет правильно читаться, чтобы это все было машинально. Чем больше вот они будут использовать машинальности, у них подсознательно будет выскакивать, как правильно читается это слово, тем лучше. Вот для чтения целым словом это очень хороший прием. Можно использовать прием memories или pairs, да, тогда, соответственно, мы собираем пары, картинка слова, да, это, в принципе, как игры на подбор картинок, да, когда мы в обучающих компьютерных игр, часто такие есть игры, кликаем на картинку и должны к ней подобрать пару. Чаще всего, конечно, пара подбирается картинка к картинке, но вот здесь предлагается, например, картинка слова. Можно играть в сломанный телефончик, да, или whispers. Мы используем для этого карточки со словами. Учащийся вытягивает карточку с каким-то словом, должен ее правильно прочитать себе про себя, понять, что там написано за слово, и дальше шептать это слово по цепочке до последнего учащегося. Последний должен понять, что это было за слово, потому что изначально учащийся мог первый прочитать его неправильно, дальше все могли его неправильно друг другу передать, и поэтому у последнего очень интересно, какое он услышит слово, то ли это слово было исходное, да, и он должен показать карточку с изображением значения этого слова. Можно использовать мяч. В принципе, да, передавать мяч по кругу можно, да, Pass the ball, после чего выбрать последний, на ком остановился мячик, можно для этого использовать стихотворение или считалку, выбирает карточку и читает слово, написанное на этой карточке. Остальные должны показать картинку с этим словом, да, то есть понять, что он сказал. То есть если он правильно слово произнес, значит, другие ребята узнают, что такое слово было среди изучаемых, и мы знаем, что оно обозначает, и смогут показать карточку с картинкой. По обучению техники чтения, да, мы можем, что мы можем использовать. На данный момент у нас есть в издательстве титул два тренажера по чтению Елены Васильевны Русиновой. У нас буквально на прошлой неделе вышел новый тренажер. Первый тренажер, я думаю, вы его уже знаете, это буквы и звуки. И второй тренажер, это новинка слова и фразы. Также у нас есть книга тоже практически так, как тренажер, это как читать на пять, и книга с сюжетным уже построением, как научиться читать по-английски. Давайте мы поподробнее на них на всех посмотрим. Это более близко. Начнем с тренажера по чтению, буквы и звуки. Сейчас я посмотрю, что у нас там в чате. Все хорошо и интересно, когда учителя на уроке класс более 20 человек. И с более 20 человек тоже я работала, и все это абсолютно реально, и научить их читать тоже. Так что здесь, как говорится, когда есть, да, вот это passion, чтобы все-таки достигнуть чего-то, да, с ребятами, это все-таки будешь использовать любые методы и любые пособия, только чтобы их научить читать раз и навсегда, чтобы они потом где-нибудь в основной школе уже, в пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом классе, не выяснилось, что они не умеют читать. Это самое, наверное, ужасное. И когда для меня, например, когда я в школе работала, самое страшное было, что скажут, что вот они были указейчивы, и поэтому они не научились читать. Поэтому я старалась, чтобы начальная школа у меня читала так, чтобы от зубов все отскакивало. Они все прекрасно знали и про транскрипцию, и по транскрипции старались читать максимально правильно, насколько это могут делать начальная школа. Итак, посмотрим с вами на тренажер по чтению, буквы и звуки. Что у нас в нем есть? В нем 35 уроков. Каждый из уроков посвящен определенным буквам и звукам, соответственно, либо буквосочетаниям и звукам. Последовательность уроков тщательно подбиралась, чтобы максимально эффективно и быстро научиться читать, а между делом запомнить весь английский алфавит и 44 английских звука, а также, соответственно, транскрипцию этих звуков. В каждом уроке последовательность действий одинаковая. Вы видите, здесь она вся расписана. Это 8 пунктов. Но мы с вами лучше посмотрим уже это на примерах. Я просто расскажу, что вы делаете, если вы берете это пособие от самого первого шага, когда вы открыли разворот, до последнего. Первый урок у нас здесь буква И в закрытом слоге. У нас сверху всегда даются буквы, которые будут в этом уроке на левой страничке в лексике использоваться. Смотрите, здесь буквы И, Т, Н и П. В каждой букве у нас есть, соответственно, цветовое обозначение. Если это гласное, значит, это будет красное обозначение и стрелочки, и черточки. Если согласное, значит, синее. А буква И у нас указывает, что дает в закрытом слоге звук Э. Буква Т – звук Т, буква Н – звук Н, буква П – звук Ф. Здесь у нас никаких ограничений нет, просто указывается, какой звук дают эти буквы. Согласны. Запоминай, читай, пиши первую рубрику, которая у нас здесь появляется. И мы работаем здесь с четырьмя лексическими единицами, в которых, конечно же, есть те слова, те буквы, которые у нас в этом уроке вводятся. Посмотрите, слова Т, Н, Н, Т, Н и П, Т. Соответственно, как мы работаем с каждым словом? Если вы уже использовали этот тренажер, то вы это знаете, но для тех, кто не использовал, я это все расскажу. У нас вводится слово, допустим, 10. Тен. Мы его читаем все вместе. Затем мы разбираем его по буквам. Т, Э, Н. То есть это буковки будут Т, И, Н. Звуки Т, Э, Н. Буква Т дает звук Т, буква И дает звук Э, буква Н дает звук Н. Вместе соединяем. У нас получится Тен. И смотрим на транскрипцию. Да, это будет выглядеть, когда все это вместе написано именно так. Тен. К разделу Пиши у нас даются строчки справа. И нужно букву сначала прописать за главную строчную. Затем слово Тен за главными буквами. И его же строчными. Так мы работаем с каждым из слов, которые здесь даются. У нас слова Нет, Тен и Пет. Далее, так как это первый урок, то у нас на правой странице, во-первых, 4 задания, а не 5 заданий, как будет дальше. И используются слова, которые на этом уроке вводились. Впоследствии, мы сейчас с вами дальше посмотрим третий, например, урок. Вы увидите, что уже будут использоваться буквы не из урока, который сейчас мы изучаем, а еще и из предыдущих уроков тоже. То есть идет постоянное повторение и наложение одного на другого, чтобы ребята учились считать. В первом задании нужно соединить слово и картинку. У нас есть столбик со словами и картинки, соответственно. Во втором нужно найти слова, в которых есть звук Ф. В третьем прочитать слова. У нас в списке слов небольшие, совсем не даются. И в четвертом поменять буквы. Сейчас со строчных на заглавные. Что у нас написано в методическом сопровождении к урокам? Например, про первый урок указано. В этом уроке изучаем гласную букву И, которая находится в закрытом слоге. Закрытый слог – это слог, заканчивающийся на согласный звук. В таком слоге гласная как бы зажата согласным звуком и поэтому не может пропеть долго и красиво, так как она звучит в алфавите. В закрытом слоге гласная звучит очень кратко. Кроме гласной буквы И, в этом уроке знакомимся с тремя согласными буквами T, N, P и звуками, которые эти буквы обозначают. Учимся читать четыре английских слова с этими буквами. T, N, P, N, P, T. Да, методические рекомендации даются в самой книге в конце. Вот это выдержка из методических рекомендаций. Единственное, что я сейчас крупно здесь у вас увеличила к третьему уроку, а здесь это к первому уроку. Я сейчас прочитала то, что там говорится. Плюс, посмотрите, всегда дается ответ к заданию на поиск слов в квадрате со словами, чтобы вам была возможность быстрее проверить, правильно ли учащийся все нашел. Далее. В третьем уроке, что мы изучаем? У нас здесь сказано, в этом уроке знакомимся с тремя английскими буквами A, H, M и тремя английскими звуками. Также учимся читать четыре английских слова. Cat, hat and map. И есть ответы к заданию номер три. Давайте посмотрим теперь на сам урок. Вот эти самые буквы. Буква A в закрытом слоге. Все рассказывается. Про закрытый слог мы уже знаем с первого урока. Потому что там буква зажата, как будто, между согласными. И читается кратко. Поэтому у нас указывается буква. К ней звук, соответственно, стрелочкой. Буква A, звук E в закрытом слоге. Буква H, звук H. Буква M, звук M. Слова cat, hat and map. Допустим, со словом cat. Cat. C, A, T. C, K. A, E. T, T. Вместе соединяем, соответственно, у нас будет K, E, T. Cat. Соединили, прочитали, посмотрели на прекрасную кошку. Занимаемся прописями. Пишем буковку C. Пишем слово cat за главными буквами. И слово cat маленькими буквами. Также поступаем со словами hat and map. Смотрим на то, что у нас дается на второй странице к этому уроку. Как я уже сказала, заданий становится больше. И здесь пять. Первое задание – это вставь пропущенную букву. Это то, о чем я говорила. Посмотрите. Буква пропущена у нас U. Но эту букву мы не изучаем ни в этом уроке, как вы видите. Ни в первом уроке ее тоже не было. Вот он, первый урок. Потому что она у нас была во втором уроке. У нас второй урок. Как раз тоже здесь, если увеличить страничку, то вы сможете увидеть в методических сопровождениях к урокам все описывается. Что буква U тоже здесь она вот есть. И мы, соответственно, ее здесь можем вставить как пропущенную. Второе. Соедини слово и картинку. Третье. Найди слова, в которых есть звук. Четвертое. Прочитай слова без списки слов для чтения. И в пятом поменяй буквы, заглавные на строчные. В книге используется яркое оформление, понятные иллюстрации. То есть это видно из оформления. Книга цветная. Пишем мы, соответственно, прямо в книге. Это, получается, рабочая такая у нас тетрадь. Очень удобно, что на каждые пять уроков есть дополнительные списки слов для чтения. То есть вот то, что там коллеги написали, что они без этого пособия могут так объяснить, это очень хорошо. Но я бы, например, не стала это делать просто самой, потому что неохота мне самой было бы придумывать такие дополнительные списки слов для чтения. Я бы с большим удовольствием воспользовалась уже всем готовым. Поэтому взять готовое пособие, где есть дополнительные списки для чтения. То есть помимо тех, что даются в уроках, первом, втором, третьем, четвертом, пятом, у нас есть дополнительные списки слов для чтения. Здесь, на отдельной страничке, мы их открываем каждые пять уроков. Пятый урок у нас, мы его весь изучили. И можем приступить к дополнительному чтению. Также на каждые десять уроков у нас есть рубрика «Проверь себя». И опять же, когда мы про словарные диктанты заговариваем, сразу же охватывает нас грусть-тоска. Здесь не стоит ничего так это все бояться. У нас нужно написать в этом задании изученные слова и соединить слово с картинкой. То есть у нас есть иллюстрации, и у нас есть строчки, куда нужно вписать соответствующее слово, которое будет отображать эту иллюстрацию. То есть не так скучно, как просто провести словарные диктанты. Вторая книга у нас у Елена Васильевна Русинова вышла. Это «Слова и фразы». Тренажер по чтению «Слова и фразы». Пособие предназначено для обучения чтению различных предложений. Утвердительных, отрицательных, выпросительных, восклицательных. В конце пособия представлен фонетический разбор слов, которые используются в курсе, англо-русский словарик и краткий справочник по фонетике. Пособие может использоваться, как и предыдущее пособие, как отдельный курс или в дополнение к любому учебнику для учащихся начальной школы. То есть если вы видите, что у них проблемы, они плохо читают, или в данном случае с этим тренажером, да, они могут научиться не только читать, но и употреблять правильно артикль, да, и как правильно, какой артикль правильно поставить, либо «э», либо «эн», да, как правильно произносить фразу, с какой интонацией. Посмотрим с вами на первый урок. Фраза «It is a pen». Называем предмет или животное в единственном числе с помощью фразы «It is a». Дословно фраза звучит так. Это есть какой-то, какая-то, один-одна. «It is a pen». Это ручка. Да, у нас, соответственно, есть изображение ручки. «It is a rose». «It is a cat». «It is a bird». В разговорной речи обычно используются сокращенные варианты. «It is». «It's a dog». «It's a ball». «It's an orange». «Э», «эн». Неопределенный артикль, означающий «один», «один из многих», «любой». Неопределенный артикль указывает, что предмет один. Если существительное начинается с согласного звука, то перед ним ставится артикль «э». Если с гласного звука, артикль «эн». И у нас есть пример, который показывает с подчеркнутой буквой. Посмотрите. «It's a pen». «It's an apple». То есть у нас буковка «пи» подчеркнута, поэтому мы понимаем, что артикль нужно было поставить «э». И «It's an apple», подчеркнута буквой «эй». Соответственно, артикль будет «эн». Вся фраза произносится целиком как одно слово с понижением интонации в конце предложения. И даже у нас есть схема со стрелочкой. «It's an ant». «It's an ear». То есть как правильно произнести интонационно. По заданию на второй, соответственно, странице к этому уроку нам нужно прочитать и сопоставить фразу с картинкой. У нас есть картинки по центру и по бокам даются сами фразы. Они уже с отображением интонации, где нужно голос вниз опустить, с транскрипцией данные. То есть это все получается, да, здесь есть, можно все это оттренировать. Далее. Второй, например, урок. Фраза «It is a red rose». Прилагательные делают мир ярче, пишет нам здесь автор. Раскрасим предмет, добавив цвет или другой признак предмета или животного. В этом случае артиклю придется подвинуться, а иногда их поменять форму. «It's a rose», «It's a red rose», «It's an apple», «It's a big apple». Произносятся подобные фразы целиком на одном дыхании, делаем ударение на цвете или другом признаке, если хотим подчеркнуть его. «A ball» – «an orange ball», «an apple» – «a red apple». И у нас это все дается тоже с транскрипцией, есть что правильно, да, почитать, потренироваться. Как вы видите, слова, да, в том числе и те, которые были в предыдущем тренажере, тоже встречаются. Но уже более такое глубокое изучение. Задание такое же. Прочитай и сопоставь фразу с картинкой. Также к урокам у нас есть «Revision» раздел. В разделе «Revision» нам нужно соединить буквы с соответствующими знаками транскрипции. Смотрите, то есть дается изображение, в данном случае в примере это записная книжка, дается само слово написанное, да, «notebook», и дается транскрипция к этому слову под напечатанным словом. Стрелками и скобками, соответственно, в нужных местах нам нужно показать, какой звук дает каждая буква из этого слова, в том случае, если она отображается в транскрипции. В слове, соответственно, «notebook» у нас буква «и», четвертая буква здесь, которая идет, она не отображается у нас в транскрипции, потому что она не читается, и к ней, соответственно, к единственной не хватает стрелочки. Со всеми остальными словами нам нужно поступить точно так же, да, то есть соединить буквы с соответствующими знаками транскрипции. После чего у нас есть здесь еще внизу одно задание – произнести слова по звукам, прочитай слова. Как я уже и сказала, в конце книги есть также справочник по фонетике, он тоже очень такой понятный, доступный для того, чтобы ребята все поняли. Нам нужно объяснить им, например, что такое альвеолы, бугорки за зубами, все это здесь есть. Как правильно при чтении некоторых звуков, соответственно, положение должно быть губ, где нужно говорить с придыханием звуки, да, где нужно энергично смыкать губы, где нужно, чтобы губы были слегка растянуты, а кончик языка к альвеолам, где губы нужно, наоборот, туда округлить и так далее. Все это здесь есть, вплоть до описания, плоский язык находится между передними зубами, да, как и произнести звуки «с», «з». То есть все это тоже здесь в справочнике есть. Следующее пособие, которое мы с вами посмотрим, это «Как научиться читать по-английски». И как раз вы в сравнении посмотрите, что данное пособие абсолютно кардинально отличается от пособия, которое я вам до этого показывала. Авторы Клары Сакну, Мариан Юрьевны Кауфман. И данное пособие тоже может использоваться как в дополнение к учебнику, так и, в принципе, как самостоятельное пособие. В книге используется подтвердившая свою эффективность авторская система обучения чтению. Подробно объясняются правила чтения, дается информация о стране изучаемого языка. Также есть упражнения, которые помогают запомнить новые слова и расширить словарный запас учеников. Плюс в книге есть аудиоприложение. На нем есть и несколько песен для изучения английского алфавита и правил чтения. Аудиоприложение у нас абсолютно бесплатно можно ко всем пособиям скачать. Как вы видите, по примерам у нас, по сюжету, девочка Аня летит вместе с родителями в Англию. В самолете Аня задумчиво листала английский букварь, все-таки в Англии все говорят по-английски. Но сама не заметила, как заснула, а разбудила ее мамин голос. «Просыпайся, добро пожаловать в королевство». Аня удивляется, в королевство мы же в Англию летели. Мама объясняет ей про то, что Англия – это только часть страны, что мы сейчас подлетаем к столице Лондону, ему почти 2000 лет. Вы видите, что здесь очень много иллюстраций вокруг всего этого объяснения. Соответственно, иллюстрации пронумерованы в рассказе. Можно на все на них посмотреть. Аня, прилетев в Лондон, поняла, что говорят там на английском языке, и, соответственно, ей тоже нужно его выучить. Помогает ей в этом Ворон Седрик. Они слушают вместе и песню об алфавите, и Седрик обещает ей, что вскоре она сама сможет эту песню и прочитать, и пропеть, пока они вместе только слушают. И далее во всех занятиях у них что-то интересное происходит. Где-то вот Ворон, как в шестом занятии, отлучился ненадолго, а его старый приятель Бугай Робинзон перепутал в словах буквы, как вы видите. Где-то он буквы случайно ненароком откусил, где-то он еще что-то творил, и Аня все это за него, соответственно, восстанавливает все слова в первозданный вид, и тем самым ребята дополнительно еще эти слова читают. Последовательность букв тоже дается такая, чтобы ребята могли прибавлять к тому, что уже знают новые каждый раз, и с помощью этого, соответственно, быстрее научиться читать. Допустим, седьмое занятие. Они изучают звук Б. Ворон говорит, привет, соскучилась, давай скорее продолжим. Согласная буква Би обозначает звук Б. Аня говорит, понятно, звук Б в английском языке похож на звук Б в русском языке. Ворон говорит, да, но английский звук Б произносится более энергично. Абсолютно понятное описание, да, после которого мы слушаем, как произносится звук Б, повторяем звук за Седриком, сами произносим звук, слушаем, как другой герой у нас, да, Мартин, произносит эти слова, и повторяем за ними, у нас, соответственно, ТИП, БИН, ИН, ИТ, ТИН. И читаем слова, находим два новых слова. Если мы изучаем про звук, соответственно, Д, то здесь также, да, в соотношении, в сравнении с русским звуком тоже объясняется, в чем есть различия, ну, конечно же, есть, да. Ворон говорит, что согласная буква Ди обозначает звук Д. Аня говорит, ну, это легко, звук Д в английском языке похож на звук Д в русском языке. Ворон говорит, ты права, но когда ты произносишь Д, кончик языка касается бугорков за верхними зубами. А когда ты произносишь Д, кончик языка касается верхних зубов. Посмотри в зеркало, и можно вместе с ребятами, конечно же, посмотреть в зеркало и действительно это увидеть, что если произносишь английский звук Д, то кончик языка, да, не увидишь, потому что он находится у нас на альвеолах. Когда ты будешь произносить Д, то, соответственно, его будет видно, потому что русский звук произносится по-другому. То есть все это здесь рассказывается, да, разжевывается, и с большим количеством заданий, в том числе и страноведческих, дается для отработки учащимся. Также у нас есть еще пособие «Как читать на 5». Тоже используется удобная система упражнений. Я сейчас вам покажу разворот из этого пособия. И здесь в системе построения сначала дается объяснение правила краткое, потом на него отработка и письменные упражнения. То есть это одновременно еще и пропись. Первое правило, которое здесь у нас вводится, это то, что гласные буквы в открытом ударном слоге читаются так, как называются в алфавите. То есть у нас все здесь идет строго по порядку. Первое задание. Прочитай и запомни слова, картинки, слова. Да, вы видите, что в отличие от предыдущих двух книг, которые я показывала, данная книга черно-белая, но мы тоже в ней допишем. Это тоже книга «Рабочая тетрадь». Какую букву в этих словах мы не читаем, мы должны найти методом того, что сами должны выяснить, какая буква здесь не читается. Второе упражнение. Нужно написать слова из упражнения первого. В третьем поставить буквы в правильном порядке, чтобы узнать значение английских слов и прочитать английские слова. То есть здесь все-таки дается такая перекличка с русским языком, потому что они по-русски должны именно русские буквы в правильном порядке расставить на английском. Слова даны, написаны верно. В четвертом упражнении мы прописываем английские слова из упражнения номер три. То есть они еще раз прописывая их, прочитывают и еще раз их запоминают, как читаются. В пятом задании нам нужно запомнить, как читается буква С в начале и в середине слова. И все это делается тоже на таблице, на примере. В шестом – прочитать слова в списках слов для чтения. В седьмом – соединить слова с транскрипцией и переводом. Здесь все-таки, если, например, в пособии Русиновой у нас не так много привязано всего к переводу, то здесь все-таки немножечко побольше перевода вводится. Да, для закрепления науков чтения действительно, да, можно его здесь использовать. Но, в принципе, оно и для того, чтобы объяснить ребятам все типы слогов, да, как правильно все это читается, пособие тоже и с нуля тоже вам, конечно, подойдет. Особенно удобно, что оно сразу же совмещается с прописью, то есть вы все то, что произносите, можете еще раз прописывать и произносить. Это одновременно будет у вас, да, и для аудиалов, что они это еще раз слово слышат, как оно правильно читается и для визуалов, потому что они его видят, и для киноэстетиков, потому что они его прописывают. Все-таки три канала восприятия всегда лучше, чем один. Далее, да, это все, что касалось техники чтения. Теперь по видам чтения. Огромное количество интонации, которое заключено в текстах, предназначенных для чтения, пробуждает к выработке гибкого подхода к чтению. То есть мы должны у ребят развивать способность извлекать информацию с разной степенью глубины и полноты в зависимости от коммуникативной задачи. В нашем случае коммуникативная задача – это само задание, да, само упражнение. И, как сказал английский методист Майкл Уэст, читая статью в Лансет, я пробежал глазами первый параграф, в котором говорилось о предшествующей работе, не относящийся к интересующему меня вопросу. «Бегло прочитал следующую часть, чтобы иметь представление о цели, характере настоящего эксперимента. Прочитал описание эксперимента, изучил выводы и результаты». То есть здесь в одной этой цитате сразу же перечисляется несколько действий, которые проделал автор, соответственно, этой цитаты с одним и тем же текстом, потому что у него была определенная цель при чтении этой статьи в этой газете. Так, я видела вопрос в чате, сейчас я его посмотрю еще раз. Сколько времени ребята идут по этим пособиям? Так как эти пособия у вас могут использоваться как вместе с учебником, так и отдельно, то все зависит от того, с какими именно ребятами вы будете его использовать. Потому что у нас, как по отзывам коллеги используют учебники эти пособия, и с ребятами уже даже старшими, то есть те, кто выясняется в пятом, шестом, седьмом классе не умеют читать, с ними, конечно же, прорабатываются данные тренажеры, в том числе, например, тренажер Русиновый. Потому что ребята уже взрослые, например, сюжетное построение с Вороном Седриком, например, не подходит. Можно взять либо пособие Журавлевой, либо пособие Русиновой. Вот скорость освоения всего этого будет зависеть от того, в каком возрасте вы взялись за то, чтобы ребятам заново объяснить или вспомнить с ними все правила чтения. Потому что если это с нуля, то, соответственно, вот, допустим, у Русиновой 35 уроков. То есть это в среднем, если вы на внеурочке хотите их учить, дополнительно читать, то это одно занятие у вас в неделе и получится, как раз 35 часов. Если вы это используете для того, чтобы подтянуть ребят, то вы будете использовать это гораздо быстрее. Потому что представьте, такие задания, даже вот целый большой разворот из книги Журавлевой, например, «Как читать на 5», или даже с словами и фразами из Русиновой. Для ребенка, для учащегося 5, 6, 7 класса это не одно занятие. В один раз он просто сможет освоить больше, чем один урок из этого пособия. Он сможет освоить и 2, и 3 урока. Да, чем ребятам меньше, тем, соответственно, будет все это медленнее. Для них поэтому и сделано 35, например, занятий, 35 уроков в тренажере слова, буквы и звуки, потому что им нужно, чем более разжеванно и отработанно они смогут это все освоить, а один урок все-таки, да, это вот как раз один урок из пособия, тем они лучше потом это все запомнят, и у них будет это аккуратно наслаиваться одно на другое, никаких проблем с чтением по транскрипции, зато потом точно не будет. Пожалуйста. Далее, давайте посмотрим все, что касается видов чтения, да. Мы с вами чаще всего используем терминологию, которая введена Галина Васильевна Роговой, да, это 4 вида чтения, изучающие, ознакомительное, просмотровое и поисковое. Но также я здесь оставила еще и тоже 3 типовых вида чтения, это изучающие, просмотровое и поисковое. Что можно использовать? Какие можно пособия использовать? Из того, что у нас есть, для начальной школы прекрасно подойдут пособия редаб для 2, 3 и 4 класса, потому что если мы с вами откроем карту книги, вот она как раз здесь представлена на слайде, то мы уже видим название текста, во-первых, да, мы можем по ней ориентироваться по этой карте как по содержанию, да, здесь часть указана, какой по счету это будет текст, но для нас важны две следующие колонки. В них указан тип текста, что именно ребята читают и чему они смогут научиться. Допустим, в четвертом тексте, is it a fish, он называется, текст информационный, и они научатся находить ключевые слова, сравнивать информацию в тексте с картинкой. Да, то есть это важно, мы понимаем, зачем они будут его читать, во-первых, что они читают, тип текста, который они читают, и почему они его должны читать именно, соответственно, да, таким ознакомительным чтением, просто потому что они должны сравнить информацию в тексте с картинкой. Или, следующая, a readal, загадка, использовать информацию из текста, чтобы выполнить задание, то есть они ищут информацию в тексте для правильного выполнения задания. Еще одна, a readal, 12 номер, загадка, находить в тексте ключевые слова, да, просто отдельно, ключевые слова без какого-то выполнения последующего задания. Где-то про интонацию, да, здесь вот в считалке указывается, где-то пользоваться картинками для лучшего понимания текста, когда они выполняют по инструкции что-то, да, то есть 15 номер, hello, oh no, это инструкция. То есть очень удобно ориентироваться по такой карте книги, что читают ребята и зачем они это читают. Потому что иногда бывает смотришь на задание и думаешь, каким же видом чтения его надо прочитать, и как объяснить ребятам, какой вид чтения лучше здесь выбрать, если по самому заданию, да, не очень понятно. А здесь все описывается. Пример. Так, хотел бы, знаете, увидеть результаты, даже участвовать в конкурсе. Конкурс был у нас, проводился, да, напишите мне, пожалуйста, я что-нибудь узнаю и точно скажу тогда. Восьмое у нас здесь задание из такой вреда для второго класса. Прочитай историю, согласитель, не согласись с утверждениями после текста. Ага, летнее чтение. Да, я узнаю, коллеги, когда подводились итоги, и что в итоге вышло. И тогда мы где-нибудь это обязательно опубликуем и объявим. Текст у нас называется здесь Helen and Holly. Да, рассказывает, что Holly is a hamster, Helen is a hatchhog, да, и что они friends. Это все комикс, небольшие фразы, но что самое главное, нам нужно по заданию понять, что нам историю нужно прочитать и согласиться или не согласиться с утверждениями после текста. То есть после того, как мы прочитали задание, мы можем сразу же обратить внимание сначала на утверждения, данные после текста. Здесь дано пять утверждений. Yes или no, к ним нужно выбрать. Даже не true, false, нет никакого еще not stated. Ознакомились мы с тем, что за утверждения данные. Поняли, что мы их точно понимаем. То есть просмотрели их в просмотровом чтении. Все прекрасно. Понимаем, что нужно искать по тексту. И возвращаемся теперь к тексту. Мы можем его как два раза прочитать. Сначала просмотровым чтением просмотреть, просто проглядеть буквально по диагонали. А можем сразу же поисковым чтением искать ответы на поставленные нам вот эти утверждения. То есть искать утверждения, действительно ли они оба, например, hedgehogs. Ответ будет no, потому что у нас в первом же предложении говорится, в двух первых предложениях, что Holly – это hamster, а Helen – это hedgehog. Да, соответственно, они не оба наших героя – hedgehogs. То есть задание можно выполнить таким вот образом, но если только в том случае ты понимаешь, что его не нужно читать изучающим чтением и знать перевод практически каждого слова или каждой фразы. Ссылка есть на пособие? Если вдруг сейчас еще ссылки не было в чате, то ее дадут. Это у нас был редап для второго класса. У нас, в принципе, в интернет-магазине легко найти, в разделе «Дополнительная литература» или «Книги для чтения» редапы всегда выпадают. А еще у нас там, если зайдете к нам на english-teachers.ru.shop, в принципе, в интернет-магазине есть строка поиска. Там можно просто ввести редап, и он вам тут же выдаст все редапы, которые у нас есть. Не только для начальной школы, они у нас есть для пятого, для восьмого, для девятого, десятого и одиннадцатого классов. Так что да, у нас очень удобно сейчас в интернет-магазине книжки искать, потому что ассортимент огромный. Спасибо большое админу. Вот есть ссылочка. Так что переходите спокойно теперь по ссылке. Следующее задание. Тоже оно у нас на поисковое чтение. Почему? Потому что наша задача здесь – это выбирать наиболее подходящие слова при чтении описания картины «Шишкин-утро» в «Сосновом бару». У нас уже все вставлено, все слова есть. Нужно только из того, что представлено, сравнивая с картинкой текст, читать вслух, когда мы зачитываем эти слова, только те, что действительно подходят под описание. Так что это, например, не «Гарден», как в первом варианте, в подстановке, не «Парк», а именно это «Пайн Форест». Далее. Есть рубрика «Знакомимся с жанрами». Вредап – это очень удобная, мне кажется, рубрика, потому что они уже в третьем классе начинают осваивать азы, по сути, художественного анализа текста. Он, конечно, еще абсолютно примитивный, но они узнают, что рассказы имеют разные части. И что основные части рассказа – это characters, plot и setting. Также each story has a conflict, они здесь пишут, и time is also important. Поэтому к данному вступительному ознакомительному фрагменту, про то, из чего состоит рассказ, ребятам дается задание, они должны поработать еще раз над рассказом «A new dress» со страницы 24 и соединить название частей этого рассказа с их содержанием. То есть уже все дальше, опять же, есть. Characters, setting, plot, conflict, time. И второй столбик – это то, из чего нужно подобрать, что из этого перечисленного будет characters, что из этого будет setting, что из этого будет plot и так далее. То есть они уже здесь, в третьем классе, начинают в редап такую интересную вещь осваивать. Это, мне кажется, намного лучше, чем когда я уже свой третий класс, я не помню, у меня не было английского в начальной школе, когда я училась в школе. Если бы тогда объясняли это все, то, наверное, в институте, в каком-то, в втором курсе художественный анализ текста вводят, для меня это все было абсолютно чем-то новым, что какой-то конфликт бывает там, и надо, characters, понятно, допустим, setting или plot, и мы еще, я помню, очень долго это все путали. Если бы нам это все объясняли бы еще в школе, как сейчас для детей пишутся, вот такие прекрасные пособия, никаких бы проблем, наверное, у нас бы не было у меня, у однокурсников в институте с художественным анализом текста. Следующий пример у нас из ряда для четвертого класса. Здесь, как вы видите, дается небольшой текст, буквально из трех маленьких абзацев. Это рассказ о девочке из Никарагуа, но самое главное, что здесь мы видим, это задание с нелинейным текстом, которое идет к этому тексту. Нам нужно заполнить ее дневник до конца. А здесь где-то не хватает время окончания урока, где-то не хватает названия урока, который проводится, допустим, с 7.45 до 8.30. Не вписано, что за урок у нее в этот момент. Зато вся эта информация есть здесь у нас в этом тексте «Донус Диэс». Какого возраста можно дать обучение чтению? Вопрос очень абстрактный. Если то, о чем я сегодня говорю, у нас здесь по классам все книги пронумерованы. Да, тренажеры у нас по классам не пронумерованы. То есть, опять же, я скажу это потому, что их можно использовать не только с второклассниками, которые начали изучать английский язык, а еще и с теми, кто позже вдруг понял где-нибудь в классе в пятом, шестом, и даже, может быть, позже в классе, в одиннадцатом, что они не знают, как читать слова правильно, то есть, они не умеют определить какой-то тип чтения, например, что такое открытый-закрытый слог. Таких ребят много. А в ЕГЭ им нужно, и в ВПР, например, нужно было прочитать текст вслух. Вот здесь-то они столкнулись с тем, что читать нужно уметь. Лучше бы они с этим столкнулись пораньше. Соответственно, если смотреть не на школьное обучение, то дошкольники могут начать изучать английский язык, начиная с третьего класса, с трех лет. То есть, они у нас уже в три года, в принципе, на слух могут методом чтения целым словом начинать читать, потому что трехлетки, вы вряд ли объясните транскрипцию и так далее. То есть, если это метод чтения целым словом, то с трех лет. У нас, например, есть для этого пособия автора Афи Фрост в комплексе Тинки-Линки. Смотрите, пожалуйста, я сейчас буду очень благодарна, если на сайт Тинки-Линки нам админ даст ссылку или на пособие хотя бы, да, на хотя бы одно какое-нибудь пособие из нашего интернет-магазина, да, просто чтобы вы себе представляли, о чем идет речь, потому что я их сегодня здесь не показывала в этом вебинаре. Но вот, пожалуйста, для совсем маленьких, для дошкольников, можно уже начинать учить читать даже с трех лет. Но это будет методом чтения целым словом. Если речь идет именно про транскрипцию, то как только вы видите, что учащийся способен уже это все воспринимать. Но я бы не стала ребенку... Да, сейчас ссылочку нам кинут на комплекс Тинки-Линки. Там в комплексе, обратите внимание, не только книжки, там 15 книг идет и мобильное приложение с 15 темами к этим книгам. Да, то есть они там не только прям читают только по книгам, они еще могут, в принципе, изучать английский язык и пополнять свой словарный запас с помощью еще и мобильного приложения. У нас вот такой вот комплекс тоже теперь продается. По этому примеру я, вроде бы, все сказала. Да, по транскрипции смотрите, коллеги, потому что кто-то... Спасибо большое админу за ссылочку. Огромное спасибо. Вот, коллеги, перейдите, посмотрите, да, пособия комплекса Тинки-Линки. Что там есть? Там, начиная с ABC, есть, да, и Let's Count там есть, и Seasons, и Colors, и в городе тема там есть, и дом, комнаты, все-все-все-все, вся эта лексика там есть. То есть они это все на мобильном приложении, соответственно, да, аудио можно слушать, все это там озвучено. А вот транскрипции, ну, я бы не стала все-таки раньше, чем школьное обучение начинается, в крайнем случае где-то с первого класса, если у вас, да, что-то уж прям очень ребенок хочет изучать. Но я бы с второго класса бы начала, ну, учить, ну, уже как положено. Этот пример, который у нас сейчас на слайде, представлен больше на изучающее чтение. Почему? Потому что, как вы видите, тексты здесь более объемные, да, и для того, чтобы нам понять, в каком порядке их расставить, нам нужно их более подробно прочитать, да, то есть изучить все-таки, что описывается в каждом фрагменте с буквы «А» до буквы «И», чтобы потом их правильно поставить, пронумеровать в правильном порядке. То есть только из-за этого. Зато вот данные примеры из метаприлетного портфеля ученика четвертого класса нам ни в коем случае не надо писать изучающим чтением, хотя он кажется маленьким, да, и можно все полностью здесь прочитать и понять. И прекрасно, если у вас учащиеся его смогут по диагонали весь прочитать и понять, о чем там говорится. Письмо от друга нашего по переписке, мальчик Джим. Вот он, наш мальчик. Он нам прислал такое небольшое письмо, описал, что он сейчас в Брайтоне, что это недалеко от Лондона, что рядом с океаном этот город находится. Он нам предложил фотографию к этому своему письму и просит нас ответить ему на вопрос, потому что нам нужно по заданию, прочитай его, то есть письмо, и выполни задание. Задание. «What do you see from your window?» спрашивает нас наш мальчик. Соответственно, мы должны в окошке, который у нас есть внизу, нарисовать то, что мы видим сейчас из окна и пояснить. У нас тема – это погода, в рамках которой идет это упражнение. Какой день, например, солнечный или туманный? Соответственно, можно здесь также сказать, что я вижу из окна, из того, что ребенок сейчас уже может в четвертом классе перечислить. Светит ли солнце, идет ли дождик, холодно ли за окном, может быть, он скажет, какая температура сегодня, если он уже слово «degrees» знает, за окном. Что бы он делал в эту погоду? То есть все максимальное, что он может у вас здесь сказать, он может это еще тоже здесь сказать, представив, что он пишет таким образом ответ своему другу по переписке. Разные стили и жанры. Пожалуйста, здесь эпистолярный жанр. Вот ребята читают из метапредметного портфеля письмо от друга по переписке. Потом они с такими письмами сталкиваются в каждом новом разделе метапредметного портфеля, начиная с четвертого класса. Друг у нас по переписке, мальчик Джим, именно в четвертом классе появляется. Во втором и третьем классе у нас девочка Элизабет, главная героиня, и она присылает нам не письма, а сразу задание. Здесь уже мальчик нам пишет письма, потому что мы должны научить ребят по тексту, в данном случае это будет текст письма, но это здесь не самое главное, находить ответы на дотекстовые вопросы. И именно дотекстовые вопросы мы в связи с формулировкой задания должны читать изучающим чтением, об этом говорится в методических рекомендациях, они идут прямо в книге, в конце, в этой же книге, под этой же обложкой. Сразу же говорю вам, никаких ответов там нет, от того, что у учащихся есть тоже методические рекомендации, которые и у вас есть как у учителя, ничего они там такого для себя экстраординарного не найдут, никаких ответов не найдут, я ничего туда не помещала. Вопросы он читает у вас, ученик, изучающим чтением, чтобы он точно понимал, что ему нужно по тексту искать. А вот сам текст он читает по исковым чтением. То есть он смотрит, нумерует все вопросы разными цветами, цифра 1, например, вопроса раскрашивает желтым, 2 зеленым, 3 красным и так далее. Все, что у него есть в финале, сгодится, все, что есть цветное. Сам текст дальше, он просматривает на предмет поиска ответа на вопрос. Did Jim win the competition? Мы просматриваем. В первом предложении вообще только high здороваются, не то, да. В втором там благодарит за письмо, рад, что новости из школы получил, да, рассказать новости из школы. И он рассказывает, I took the first place in reading competition. Подсказка reading competition у нас есть в рубрике Мань, что это конкурс чтецов. Слово competition относит нас к вопросу первому. И раз там говорится, что он занял the first, а он уже у нас в четвертом классе, да, порядковый, знает, то есть первое place место, значит, это будет ответом на вопрос. Did Jim win the competition? Мы раскрашиваем. Вот цифра 1 у нас была желтым, значит, мы желтым раскрашиваем это предложение. I took the first place in reading competition. Прямо по тексту. Это рабочая тетрадь, в которой ребята все пишут и заполняют. И так дальше с каждым вопросом. Сначала им сложновато с этим работать, зато потом они понимают, что им текст полностью от и до читать не нужно. Что размер текста не влияет, иногда особенно, да, в некоторых случаях он действительно не влияет на то, как его надо читать, а влияет само задание. Как у нас и было сказано, да, в начале на слайде, перед тем, как я начала говорить там про, с примерами, да, на виды чтения, что все зависит от коммуникативной задачи, поставленной нам перед чтением текста. Задания здесь есть разные, например, на сравнение двух текстов, да, то есть обычно мы сравниваем картинки, а здесь мы сравниваем тексты, да, тоже ребятам очень нравится, это интересно. И как раз мы дошли с вами до текстов в обучении, да, что здесь можно интересного узнать. Учитель-носитель информации, конечно же. И ПАВГОС мы, ребят, учим учиться самостоятельно. Мы при этом все равно, да, руководствуемся тем, что учащийся должен осваивать текст сам, но под нашим наблюдением, да, то есть под нашими какими-то направлениями, наставлениями. Он не сможет у вас сразу же правильно, без вашего небольшого такого все-таки подсказки какой-то, да, наводящего вопроса научиться выполнять задания, допустим, на поисковое чтение. Он будет любое задание, даже в котором не нужно было полностью читать текст, а просто нужно было его глазами просмотреть, найти. Так, в вопросе спрашивалось про вот это, значит, здесь где-то должно быть вот абзац, который будет это описывать. Он не будет это сказать, он будет с первого до последнего слова все читать полностью от и до, еще сидеть со словарем, и каждое слово сверху подписывать перевод. Вот это самое ужасное, что можно себе представить. Второе, да, при выборе текста следует руководствоваться не интеллектуальными способностями учащихся, получится у них или не получится это прочитать. Я такие отзывы, например, на метаприметные портфели периодически получаю, что, ах, текст большой, я сегодня покажу, кстати, пример, текст большой, мы его не можем прочитать, потому что мои учащиеся не умеют этого делать. За учащихся не стоит решать, да, потому что, как правило, объем текста, как я еще раз повторюсь, не значит, что этот текст надо весь полностью прочитать с изучающим чтением, то есть с полным пониманием, ни в коем случае. Плюс, да, также можно руководствоваться при выборе текстов, особенно если вы это делаете, подборку какую-то дополнительно, к учебнику, или для внеурочной деятельности. Смотрите, что любят ребята, и что у них лучше получается. Если они у вас аудиалы, значит, используйте, например, тексты песен, чтобы потом была возможность еще соединить это с аудио. А визуалы, значит, тексты с иллюстрациями, с графиками, со схемами, с табличками, да, вот как тот текст, например, из дневника, девочки из Никарагуа, да, я показывала пример. Если они у вас в киноэстетике, в киноэстетике, да, все должно быть такое, все, что можно потрогать руками, тексты, значит, нужны с выходом в продукт, чтобы они понимали, что если они по этому тексту, сейчас, допустим, по инструкции правильно выполнят поделку, то поделка получится. Если ты что-то в инструкции по-английски неправильно прочел, а инструкции мы читаем, соответственно, изучающим чтением, то есть с полным пониманием, потому что в инструкции нельзя что-то пропустить. Они коротенькие, как правило, сопровождаются в начале школы иллюстрациями, но все равно, да, нам нужно еще и прочитать. То не получится этот продукт, да, не получится игрушка, или не получится плакат, не получится буклет, газета, в зависимости от того, что вы с ребятами будете делать. Почему важно оформление? Вот яркие примеры, это пример из happyenglish.ru. Если у вас учащийся знает, кто такой Гарри Поттер, то, конечно же, вот здесь задание номер 6, на грамматику, кстати, да, задание, обратите внимание, выбери правильную форму глагола в скобках и прочитай разговор Моргана с ее учениками. В первую очередь задание на грамматику. Они будут с удовольствием этот текст читать, потому что им будет интересно, а что из-за такого в учебнике про Гарри Поттера? Я тоже знаю такой Гарри Поттер. Я его читал, смотрел фильм, рисовал, не знаю, у меня есть наклейки и так далее, и тому подобное. Здесь красивые иллюстрации, и еще и обсуждение ведется учительница Морганы с ее учениками. А параллельно, на самом-то деле, задание посвящено грамматике, потому что здесь нужно выбирать правильную форму глагола из скобок. Вот что делает текст все-таки привлекательным для учащегося. и оформление, и тематика. В данном случае это одновременно и оформление, и тематика. Посмотрите, тоже пример из happynglish.ru. Прочитай, как возникла традиция английского чаепития. У нас комикс. Во-первых, нам интересно все-таки узнать, почему 5 o'clock у них есть, почему именно в 5 часов. Здесь рассказывается история, откуда взялось 5 o'clock tea. И плюс это все сделано с иллюстрациями и короткими такими, как комикс, у нас с подписями. Третье. Учащимся нужно сталкиваться и с аутентичными текстами тоже. Особенно, чем старше ребята. И хорошо, если это аутентичные тексты, например, стихотворения, читалки. То есть это все тоже нужно читать песни. Четвертое. Необходима связь обучения в начальной школе с продолжением обучения в основной и старшей школе. То есть когда мы их учим читать тексты разными видами чтения, не стоит это забрасывать в начальной школе. Просто мы говорим сегодня именно про начальную школу. Это не значит, что в пятом классе, когда они туда придут, обращать внимание ребят на то, что смотрите, что нужно сделать в задании, и исходя из задания, выбирайте, как вы будете читать текст. Это нужно тоже все дальше у них пропагандировать, чтобы они это делали. Также полезно использование нетрадиционных текстов. Нетрадиционных текстов в плане того, что это может быть текст, если есть музыка, или текст субтитров от видео к видео. На YouTube очень удобно, если вы обучающий какой-то видеоролик включили, или у вас, допустим, обучающий мультик для ребят, с субтитрами его давать, чтобы они читали на английском языке. Ни в коем случае не субтитры на русском. Данные анализы ученых в этой области показали, что продуктивность работы с нетрадиционным текстом высока за счет интереса к новому формату. То есть задание в необычном формате ребятам тоже больше нравится выполнять. Например, как я уже показала эту страничку, задание звучит так. Магическое зеркало в школе Джима, нашего друга по переписке, опять сломалось. Оно меняет слова. И у нас действительно как такое, как будто зеркало изображено. Нам нужно текст в зеркале слева сравнить с текстом в зеркале справа, то есть в его отражении. И действительно неправильное отражение, мы уже это видели. Слева Джим в предложении, справа какой-то Боб вдруг появляется. I am nine, а здесь I am ten. То есть что-то напутало наше зеркало. И ребята начинают по этим текстам работать и искать, искать, искать эти отличия. То есть весь текст на понимание они на самом деле не читают, потому что тексты не просто. Также они здесь параллельные. Задание исключительно на внимательность. И на вот неожиданность оформления, что такого в учебнике обычно нет. И в рабочей середине, в учебнике тоже. Из редабли четвертого класса тоже пример нестандартного такого задания, нестандартного оформления. Посмотрите. Мы читаем часть дневника мальчика из Древней Греции. Вот где еще такое можно найти. К этому заданию еще и дополнительные задания. Нам нужно подобрать предложение к каждой иллюстрации. Это раз. У нас иллюстрации несколько на двух страницах. И под буковкой Б у нас здесь задание восстанови утраченный текст, используя слова из рамки. Одно уже слово вписано, как мы видим. И остальные слова нужно самим правильно все расставить. Нестандартно. Интересно почитать, а что же правда мальчик мог писать из Древней Греции, да еще в дневнике. То есть за счет этого всего у них возрастает интерес, и такие тексты с ними проще читать. Точно то же самое о песнях. Неважно, маленькая или она коротенькая, как здесь, A Super Cat, пример из Songs and Poems for Junior School. Кстати, мы можем с вами даже песню послушать. Давайте я вам ее включу, A Super Cat. У меня просто открыта здесь страничка с данной книгой. Я сейчас вам запущу A Super Cat, так, чтобы вы просто тоже послушали и хоть от меня немножко отдохнули, то я вам все, что-то рассказываю, рассказываю. Опять же, да, расскажу вам, как очень легко и просто включить аудиозапись. Во-первых, вы можете перейти сейчас по ссылке, когда у меня есть эта ссылка, я вам ее тоже отправлю. Ссылку эту я сейчас взяла из аннотации к нашей книге в интернет-магазине издательства. Посмотрите, если перейти к нам в интернет-магазине, найти эту книгу, то в описании его аннотации вы ее там найдете. И нам нужно включить A Super Cat. У вас сразу же высветится плейлист ко всей песне. И здесь есть A Super Cat стихотворение, A Super Cat песня и A Super Cat караоке. Нам с вами нужна песня. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, такая вот песня. То есть, очень удобно, что легко это все запустить, легко по ссылке перейти в плейлист. И прямо из плейлиста, да, я вам сейчас что-то запустила, то есть, это не загруженная была песня на вебинарную площадку, а я вам ее запустила через колонки. То есть, на самом деле, да, качество звука намного выше. То есть, не думайте, это здесь просто через колонки, в микрофон все проходит, звук. А так, очень-очень хорошее качество. Послушайте сейчас, да, вот я вам оставила там ссылочку, так для себя, да, чтобы вам тоже немножечко от меня отдохнуть. Нам осталось совсем чуть-чуть. Здесь как раз, да, тоже ссылки на эти книги, но из презентации вы перейти по ним не сможете, а вот из чата можете. Да, дети действительно с удовольствием поют и легко запоминают эти песни. Это вот какой-то феномен Глорас Акова и Мариан Юрьевна Кауфман. Их песни действительно запоминаются. Как раз пример из метаплиметного портфеля, он уже буквально один из последних, когда, если прочитать задание не очень внимательно, то дальше у вас ребята в третьем классе будут читать этот текст весь телеком. Хотя текст весь целиком сосчитать не предполагается. Текст дается исключительно для поискового чтения, а именно в нем нужно найти 25 названий хобби. Здесь на самом деле очень много подсказок. Текст всего лишь на страничку, это формат А4, книга, крупный шрифт, все по СанПин, все абсолютно читаемо ребятами третьего класса. Сразу же, что я первым делом слышу от многих коллег, они не знают многих слов из тех, что здесь написано. Они их и не должны знать. Они должны поисковым чтением воспользоваться, чтобы по тексту найти. Дальше. В качестве подсказки им дается рубрика Mind, в которой, как вы видите, есть такие слова подсказки, например, to grow выращивать, knitting вязание, вот допустим, уже вязание, здесь уже дано, нам нужно его найти, knitting, взять, соответственно, ручку или карандаш, чем будут ребята пользоваться, и на букву K, вычеркнуть букву K, потому что на букву K уже найдено у нас слово, название хобби. Соответственно, здесь мы его по тексту можем, как нам сказано, раскрасить его. Вот мы его закрашиваем нити каким-нибудь цветом, допустим, желтым. Далее мы смотрим, шитье из лоскутов у нас уже есть, да, quilting, тоже мы его можем найти, раскрасить, они все выделены полужирным, вот оно, quilting. Как подсказка, что чем-то увлекаться to be fond of, у нас тоже оно выделено, и значит, если дальше будет, кто что-то, кто-то что-то любит, likes, grandfather bill likes gardening, или как здесь, dad likes photography and wood carving, соответственно, фотографии на букву P нашли, вычеркнули, вульками на букву W нашли, вычеркнули, слова все мы здесь раскрасили, и начинаем считать, сколько слов у нас получается. Ищем общее между knitting, допустим, quilting, wood carving, заканчиваются на ing, соответственно, если здесь по тексту посмотреть, 11 названий хобби, заканчивающихся на ing, здесь спрятаны. Мы их все ищем, закрашиваем усердно, и зачеркиваем буквы, на которые оно начинается. У нас таким образом сокращается то, что нам нужно найти, поле поиска сокращается. Соответственно, у нас здесь есть подсказки, вот, например, для photography, чтобы они, да, оно не заканчивается на ing, но здесь есть фотоаппарат, значит, кто-то любит фотографировать, значит, нам нужно поискать это слово photography, и оно на букву P начинается, да, они должны к третьему классу все-таки где-то это слово встретить. Рисовать кто-то любит, пожалуйста, подсказка, вот она здесь, да, это иконки, которые отображают название хобби. Что здесь еще? Шить любит кто-то, вот gardening здесь зашифровано, reading, пожалуйста, да, слушать музыку, играть в игры, то есть, все это здесь есть на вот таких вот еще иконках, которые тоже даются как подсказка. Когда текст уже получается весь раскрашенный, то начинаешь видеть, что, а вот в этом абзаце еще пока ничего не закрашено, значит, скорее всего, там тоже где-то спрятано несколько названий хобби, и они переходят к чтению только того пустого абзаца, где еще ничего не раскрашено, и начинают с ним знакомиться, да, может быть, чуть более подробно, но это все равно будет поисковым чтением, то есть, они здесь полностью весь текст понять не должны, и ни в коем случае разделать с ними не нужно. После чего они, все найденные 25 названий хобби, располагают на линеечках, которые на второй странице расположены в алфавитном порядке, используя алфавит, который дан слева, в столбик, для того, чтобы ребята быстрее выполнили задание и могли себе помечать, на какую букву уже найдены слова. Здесь тоже, да, ребята, здесь они хоть и не читают, но это пример того, что если задание просмотреть, прочитать верно, то ребята поймут, что те слова, что они нашли в квадрате со словами, они потом могут использовать для заполнения birthday party planner. Шестое, да, про тексты в обучении нужно разделять такие два понятия, это ребенок, который не читает, у нас часто сейчас говорится, что есть не читающие дети, и ребенок, который не любит учиться в принципе, то есть, он не любит посещать уроки. Вот первый случай, это проблема, не читающий ребенок, да, второй случай, это не такая проблема, потому что он скорее, этот случай связан в принципе со всей школьной системой, не вы единственная в нем проблема и не ваш предмет. При разработке программ по чтению нужно учитывать итог, как к чтению относится семья ученика, то есть, вы можете, например, для неурочной деятельности, чтобы убедиться, что проблемы у ученика идут от того, что у него дома, никто не читает, у него просто нет культуры чтения в семье, какой-нибудь небольшой опрос сделать, поднимите руки, у кого дома очень-очень много книг, поднимите руки, у кого мама с папой каждый вечер читают книгу, неважно какую, может, это книга, потому что по работе, но ребенок видит родителей с книгой, вот вы увидите, соответственно, по количеству поднятых рук, где, в каких семьях, да, есть вот эта культура чтения, где ее, в принципе, нет, где все только телевизор смотрят, например. Из этого, от этого уже отталкиваетесь, то есть при формировании любви к чтению нужно тогда работать слаженно с родителями, то есть в том числе и на родительском собрании, на котором у вас тоже просят присутствовать, им сказать, что вот вы хотите, чтобы у вас ребенок был читающий, но вот читаете ли вы сами, да, тоже задумайтесь. А также очень хороший способ при общении к чтению это выполнять проектные работы, потому что проекты призывают искать информацию, а соответственно эту информацию нужно после поиска читать. Чем интереснее тема проектов, тем, соответственно, интереснее будут тексты, которые ребята читают, а чем интереснее тексты, тем больше они будут любить чтение. То есть, например, это может быть проект по инсценированию книги, можно даже инсценировать ту же самую песню, да, все равно нужно что-то, эту песню нужно читать, и придется с ней ознакомиться. Это может быть, если по книге, то или по рассказу, по какому-то конкурсу иллюстрации к рассказу, сценарий для, сценарий ролика для прочитанного рассказа или прочитанной книги, буктрейлер книги прочитанной или рассказа прочитанного. То есть, нужно так придумать, как его прорекламировать, чтобы другой ученик хотел тоже этот рассказ прочитать. Ну и последнее, то, что я вам хотела сказать, что есть такие шесть стратегий для увлекательного чтения. Это обсуждать прочитанное, разыгрывать почаще все, что возможно разыграть по ролям, по ролям, работать с карточками, выполнять интересные проекты по читаемому или потому, что уже прочитали, и читать интересные тексты, использовать необычные форматы текстов, необычные форматы заданий, чтобы ребятам было интересно читать. Подводя итоги, большое разнообразие пособий для чтения позволяет выбрать необходимый вам подход к обучению чтению. То есть, можно обучать технике чтения, либо чтению текстов разных стилей и жанров, разным видом чтения. И есть, конечно же, много различных специализированных пособий, которые я сегодня вам показывала, которые предназначены как для обучения чтению с нуля, что я уже говорила, так и для устранения проблем с чтением у тех, кто уже учил алфавит, звуки и правила чтения. То есть, да, это вот очень-очень важная такая задача. Спасибо вам, коллеги. Да, я вижу, что вы пишете. Здесь на слайде ссылки на наш сайт. С нашего сайта также можно попасть в интернет-магазин. Можно по ссылочкам, которые у нас здесь есть в чате. Можно нас найти в соцсетях. Я вам напоминаю, например, что у нас 26 сентября состоится семинар в Москве. Так что те, кто хотят у нас на нем присутствовать, приглашаем всех. Семинар у нас платный, потому что будут выданы удостоверения о повышении квалификации на 16 часов. Поэтому он платный. Но если вас это не останавливает, то принимайте в нем участие тоже. И еще из таких объявлений. У нас 20 и 27 сентября будут проходить онлайн-семинары, обучающие онлайн-семинары, которые тоже вы можете посетить по предварительной записи и регистрации. Они платные. В конце будет выдано... Во-первых, там будет тренинг. Проводить их будет Алексей Васильевич Конобеев. Например, 20-го числа будет тренинг про ЕГЭ. Как в коммуникативной такой методике с помощью игр, ребят, готовить к ЕГЭ. Очень интересный будет материал. Стоимость 300 рублей. И буквально скоро вы уже получите, все, кто подписан у нас на рассылку, все, кто у нас на форуме зарегистрированы, мы всем обязательно вам оповестим, что у нас пройдет такие два мероприятия 20-го и 27-го сентября. И вы сможете на них зарегистрироваться. Там все ссылочки будут, где оплатить. Скоро оплата будет приниматься очень быстро и просто, в один клик. Так что я надеюсь, что будет буквально уже... На этой неделе вы все уже получите. Сможете зарегистрироваться, прочитать аннотацию, о чем там будет. И по итогам мы будем высылать почте России печатный сертификат, свидетельство о том, что вы повысите квалификацию 2 часа по такой-то теме с указанием лицензии на образовательную деятельность. Она у нас есть с синей живой печатью, с живой подписью. То есть это все будет выслано. Так что для аттестации, я знаю, во многих регионах такие бумаги принимаются. И плюс вот 26 сентября приходите, повышайте у нас квалификацию. У нас скоро еще и онлайн-курсы откроются, где мы тоже будем подавать удостоверение установленного образца. Все как положено, все как для аттестации нужно. Так что можно будет у нас тоже квалификацию повышать. Пожалуйста, коллеги, и мне осталось только дать вам код для сертификата. Да, у нас сертификат можно получить теперь тоже и в печатном виде. Сейчас код для сертификата появится в чате. Тем из вас, у кого в школе не принимают обычные электронные наши сертификаты, мы предлагаем получить напечатанный сертификат. Это очень легко сделать. Он будет выглядеть вот таким образом. Сверху будет индивидуальный только ваш номер, сертификат, ваше ФИО, что вы прослушали курс лекций методики обучения иностранным языкам два часа в рамках международного вебинара для учителей английского языка. У нас вебинар международный, вы видите, да, у нас очень много-много учителей из Казахстана ходят, так на наши вебинары приходят, и из Украины, например. Указано название будет вебинара, лектор, дата, лицензия на образовательную деятельность, подпись, печать. Пожалуйста, коллеги, заказать его тоже очень просто. На connect.sobakoenglish.ru присылайте свой электронный сертификат и заявку с указанием почтового адреса, куда вам высылать, соответственно, печатный. Пожалуйста. Надеюсь, что у всех все скачалось. Вопросов, вроде, больше никаких не вижу. Спасибо вам большое, коллеги, за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует...